Друзья, всем привет! А я продолжаю держать вас в курсе всех тех событий, которые происходят на рынке по продаже новых автомобилей. Напомню, что последние три года я активно занимаюсь помощью в покупке нового автомобиля на предмет скидки, если это возможно, кредит, трейд-ин, в общем, все от и до за денежку. Вся эта информация есть в открытом доступе на моем официальном сайте. Также я веду активно инстаграм, куда в сторис регулярно выкладываю автомобили, которые вылетают по плюс-минус хорошим предложениям на сегодняшний день. Можете подписаться и подобные сторисы, которые вы сейчас видите на экране, там будете наблюдать. Понравится машина? Звоните, договариваемся, покупаем. А в этом видеоролике я вам кратенько, но по существу расскажу, что сейчас происходит на рынке по продаже новых автомобилей. Кто-то говорит, скоро пузырь лопнет, дальше будет еще хуже. Что же на самом деле происходит, вы узнаете прямо сейчас. У меня есть спонсор этого выпуска, после чего не прерываясь по существу. Я вам все оперативно расскажу. Приятного просмотра. Товарищи бизнесмены и предприниматели, разрешите доложить вам полезную информацию. Я хочу вам порекомендовать коммуникационную платформу для бизнеса ЮЭС. Данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Запись разговоров поможет вашим менеджерам вспомнить, о чем был разговор. И подготовиться к следующему контакту с клиентом. А руководитель всегда сможет знать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно в режиме онлайн. Что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. Да, друзья, это самая настоящая виртуальная АТС по доступным ценам. Тем, кто не понял, объясняю. Вот он телефон. Я звоню, допустим, вашу компанию по единому номеру. Номер можно выбрать любой. Можно посмотреть красивый номер. Можно выбрать номер 8800. В общем, вариантов здесь масса. Я звоню, где меня встречает автоответчик из серии. Какой вам специалист нужен? И самый прикол в том, что ваши специалисты могут находиться по всему миру. Удаленка сегодня активно работает. Бухгалтер у вас находится в Питере. Менеджер по продажам у вас находится в Африке. Это так и работает. Соответственно, вы выбираете по циферке, на кого вас переключить. И АТС перебрасывает вас, допустим, на менеджера по продажам. Вы задаете ему все вопросы. Это очень удобно. Вам не нужно больше иметь 10 номеров на сайте. Один для руководства, второй для бухгалтерии. Один телефон будет отвечать за все. Ведь не зря у ЮЭС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Вы просто меняете оператора и получаете огромный потенциал по доступной цене. Все подробности будут по ссылочке в описании. Первый месяц вы можете абсолютно бесплатно потестировать, как работает ЮЭС. Но запомните одно, что после первого месяца вы станете их постоянным клиентом. Потому что это реально удобно. С ЮЭС ваш бизнес заиграет новыми красками. Сегодня, мне кажется, подавляющее большинство людей, которые хотят купить себе новый автомобиль, первым делом запрыгивают в интернет. Где их встречают различные сайты, различные доски объявлений. Серые дилеры, которые говорят, скидки есть. Тем самым дают вам и мне надежду на то, что скидочки есть. И можно купить автомобиль выгодно. Это мой хлеб. Купить автомобиль со скидкой. Но я вам по-честному расскажу, на какие модели скидки действительно есть, а на какие скидки нет. Потому что самый стандартный, самый частый вопрос, который я получаю через официальный сайт, по электронной почте, в социальных сетях, я хочу купить марка модель, какая на нее будет скидка. Вот давайте сразу с этого и начнем. Будем идти, так сказать, по нарастающей. Здесь у меня такая шпаргалочка самых популярных брендов, которые продаются в нашей стране. И я начну с Lada. Значит, смотрите, друзья. 95% того, что вы автомобиль по всей нашей стране, Lada, любую модель, со скидкой, с реально прямой, честной скидкой не купите. Машину вам будут продавать либо по рознице, подчеркиваю, любую модель, либо с какой-то дополнительной наценкой в виде доп. оборудования. В Москве официальные дилеры Lada со скидками не продают. Поэтому, если вы проживаете где-то в регионе и думаете, что вот в Москве можно будет ее выгодно купить, звоните и вам по телефону начинают рассказывать, да-да, у нас есть скидки. Друзья, поверьте мне на слово, ехать вам туда не стоит. Лучше купите возле своего дома и наслаждайтесь покупкой. На эти автомобили в лучшие времена скидка была там 20-40 тысяч рублей чистыми. Вот средняя скидка. Начав считать ваши затраты хотя бы просто на дорогу, я уж не говорю про тех, кто вообще издалека, где нужно приехать, переночевать и ехать домой на длительное расстояние. Вам такая покупка точно выгоды не составит. Поэтому здесь ставим плюсик, двигаемся дальше. Рено. То же самое. На некоторые автомобили, на некоторые модели, где какая-то не очень популярная комплектация по сочетанию, там могут вам предложить розницу плюс какая-то небольшая наценка. Все то, что действительно востребовано и люди хотят купить, это будет однозначно только с высокомаржинальным допом, когда вы отдаете 150 тысяч рублей, а то, что вам поставили на автомобиль, мы с вами это проходили, стоит реально по рынку 30-40 тысяч рублей. И для дилера 110-120 тысяч это дополнительная чистая прибыль. Вот так вам автомобиль с удовольствием продадут. Рено. Друзья, если вдруг вы где-то покупали в недавнем времени автомобиль, про который я говорю, и вам удалось получить честную скидку, конечно же, напишите мне это в личное сообщение, чтобы я себе, так сказать, зафиксировал. Но ситуацией владею очень часто народ бывает думает, что купил со скидкой, начинаешь рассуждать, считать расчеты его и понимаешь то, что не самые лучшие новости для человека будут. Корейские автомобили Hyundai и Kia очень популярны, вот серьезно, очень популярны. Народ хочет их покупать, начиная с самых простых моделей, доходя до самых дорогих моделей. И вот здесь ни на одну из моделей скидок нет, за исключением Kia Stinger. Вот она какая-то непопулярная получилась, и иногда она вылетает из серии, что либо в розницу и допы в подарок, либо даже небольшая скидка, например, 50-100 тысяч рублей, но от реальной розницы получить можно. Kia Rio, Hyundai Solaris даже не пытайтесь искать на каких-то выгодных предложениях. Никто вам ее ниже рыночной цены сейчас не продаст. Повторяю еще раз, никто вам Kia Rio или Hyundai Solaris с реальной скидкой не продаст. То же самое касается Kia K5, Hyundai Santa Fe, Sorento. Вот весь этот модельный ряд, который есть у корейцев, продают исключительно с наценкой. Так, например, я сейчас работаю, бывает даже и с регионами. Например, в Москве на Sorento могут предложить вам купить доп на 300-500 тысяч рублей сверху. В регионах же, например, или где-то чуть дальше от Москвы, я находил этот же автомобиль с наценкой 100 тысяч рублей, что действительно считается выгоднее, нежели чем купить здесь с наценкой 300-400 тысяч. Двигаемся дальше. Ниссаны. Та же самая история, но здесь есть интересный момент. Недавно, в конце июня месяца, мне пишет менеджер. Говорит, Дмитрий, привет, у нас тут, короче, план не выполняется по Ниссанам. И руководитель захотел сделать распродажу из серии, что он хочет продать автомобили по рознице, плюс всего лишь 50 тысяч рублей сверху на долб. Естественно, я отреагировал следующим образом, что, слушай, передай своему руководителю, что если вы не выполняете планы, то как минимум розница, а как максимум делайте прямые скидки. И тогда это будет разговор. Он пошел, переговорил с ним, и что вы думаете? Руководитель говорит, ну окей, давай, пусть забирают по рознице. Если где-то получится применить кредит ради скидки, это действительно рабочий инструмент в некоторых случаях, но здесь нужно разбираться. Будем делать дополнительную скидку. Мы купили несколько автомобилей, действительно, с выгодой для человека. Поэтому здесь важно понимать одно вообще во всей этой ситуации, что если спрос действительно упадет, если дилеры действительно месяц за месяцем не будут выполнять планы, вот тогда и все наценочки сразу идут, и скидочки сразу появятся. Так как марок много, моделей много, и по некоторым действительно есть где-то там переизбыток автомобилей в салоне. Кому-то звонишь, одна-две модели стоит в нужной комплектации, у кого-то их больше. В общем, факт в том, что та история, что на рынке машин мало, это действительно так. Я не знаю, вот я знаю, что периодически вы пишете, да ладно, вот проезжал, там столько машин стоит, там столько машин стоит. По факту попробуйте сами позвоните, поищите автомобили. У некоторых дилеров в шоуруме стоят, вот в салоне машина, а на складах наличных там по пальцам пересчитать, и то это, как правило, невостребованные комплектации. Шкода, вот здесь очень интересная ситуация, потому что Шкода, ну реально, очень хорошо продается. Все модели, за исключением Супербо, я об этом ранее говорил, вот разлетаются на раз-два. Как только появляется Рапид по рознице, или там со скидкой 10-20 тысяч, я их выкладывал в сторис, пух, в этот же день они действительно улетают. Это при условии того, что у меня сторисы, вдумайтесь, в инстаграме смотрят, ну примерно за сутки 20 тысяч человек. Но тем не менее, 80% автомобилей, которые я выкладывал, вот именно Шкода, они все уходят, они покупаются. На сегодняшний день все эти машины сейчас продают опять с наценкой. И есть вариант один, например, договориться с дилером, сделать заказ, и он подтвердит, что под заказ автомобиль гарантированно придет по рознице. Я прям делаю на слове гарантированный акцент, так как очень много ситуаций, когда люди приходят к дилерам наценка, менеджер говорит, таки давайте оформим заказ, 3-4 месяца, приедет машина. Люди ждут, проходит 4 месяца, машина приходит, и ему говорят, ой, руководитель сказал продать с наценкой. Я вам это рассказывал, это продолжается, но бывают ситуации, когда действительно людям отдают машину без этой наценки. Касательно Volkswagen, сколько раз я их не выкладывал популярностью, ну, по крайней мере, я заметил так, что пользуются в основном эти Тигуаны. И еще сейчас периодически спрашивают Таосы. Все, вот, например, полы выкладываешь, особо как-то на них спросов нет, даже запросов особо на них нет. Но сам факт того, что, по сути, вот у дилеров они неплохо продаются. Но здесь такая же история, что никто вам машину с реальной скидкой не отдаст, их продают только розница и высшая. И не забывайте о том, что цены сейчас до сих пор регулярно поднимаются. Многие удивляются, почему курс доллара зафиксировался на отметке 74-75 рублей. Были ситуации, что он даже падал там до 71 рубля, но при этом цены как росли, так и растут. Ранее я разбирал на канале вообще ситуацию, что происходит с ценами, почему они так изменились. Это есть отдельный ролик, я вам оставлю на него ссылку, можете посмотреть. Прям действительно по существу, все по фактам разложил. Поэтому здесь не останавливаемся и двигаемся дальше. Такие автомобили, как Lexus и Toyota, это вообще отдельная история. Друзья, вот сейчас прям внимание. Все те, кто хотят купить Toyota Camry, Toyota RAV4, Lexus RX, Lexus NX, Lexus LX и так далее. Вот эти все дорогие машины. Просто забудьте про слово скидка. Пожалуйста, не существует сейчас на эти автомобили скидки. Более того, вышел Land Cruiser 300. Люди звонят. Можно купить? В розницу. Уже даже никто не спрашивает про скидку. А что, какие у вас предложения? Плюс 2,5, плюс 3 миллиона рублей. Находят машину, которая стоит, например, 7,5. Ее реальная цена. Звонят дилеру и им предлагают ее купить за десятку. И никто даже уже никакие допы там не навешивает. Просто плюс 2,5 сверху. Нравится? Бери. Не нравится? Не бери. И здесь хочу остановиться на ролике от Ярдрея. Андрей Подшивалов. Андрюха, привет. С ним очень хорошо общаемся. Полностью деятельность его поддерживаю. Видел сюжет. И многие из вас про него писали, что если тебе навязывают допы, ты можешь купить автомобиль и потом от этих допов отказаться. Это действительно так, при условии того, что вы как минимум хотя бы юридически подкованы. И у вас есть на все это время. Потому что ходить с этими писульками, я хочу вернуться, я вам по-честному говорю, 80% людей, которые покупают автомобили, им это нафиг не надо. Вот 20% может ошибаться, которые будут ходить качать свои права. Большинство хочет прийти и здесь и сейчас сразу все решить. Договорились? Берем. Устроило? Берем. Если человек подписывается на допы, которые его уже устроили, вариант того, что он будет хотеть от них отказываться, это не вариант для него. Поэтому в комментариях очень часто люди пишут, надо отставить свои права. Надо. Все с этим согласны. Я вас полностью поддерживаю. Но практика показывает обратное. Пришел, договорился, купил, уехал. Все. За исключением это когда людей обманули с кредита. Ну, стандартная история, считать не умеют. Пришли, увидели красивые цифры в договоре купли-продажи. Потом начали пересчитывать. Как обычно, потом. После сделки уже сидя дома, отмечая покупку и понимать, что обманули там кого как. Да лонги, друзья, уходят в спящий режим. Только что выпил двойной эспрессо. Так вот, поняв, что их обманули с кредитом, да, они что-то пытаются с этим делать. Но, как правило, вы знаете, сейчас все дилеры перестраховываются и доп. соглашения дают. В общем, будут вас запугивать тем, что через суд мы докажем, что вы на все согласились сами. Где скидка есть? Смотрите. Audi, Mercedes, BMW. Вот немецкая тройка. Да, здесь практически по 80% моделей скидочки есть. В частности, с BMW есть где поторговаться. Лишь бы были машины. С Audi есть где поторговаться. С Mercedes тоже плюс-минус есть где поторговаться. Но я вам скажу так, что поднимал уже эту информацию, что из трех брендов самым большим спросом, по крайней мере, у меня пользуются BMW. Народ разбирает их на раз-два. Mercedes, да, приходят запросы, но не так. Audi такой, знаете, скажем, замыкающий круг. Китайцы, вот все бренды китайские, которые есть, как правило, тоже продаются розницей выше. Иногда, вот 5% из 100 бывает, что вылетает какая-то модель не такая популярная. Но на нее могут сделать либо розницу, либо скидку, либо допы в подарок. Это есть факт в том, что, продолжаю отмечать, что китайцы разбираются вот просто вот так вот. Я ездил недавно в Каширу, это Московская область, стойка, наверное, от Москвы. Их все больше и больше становится. Там есть райончик такой, где частный сектор. Я еду к китаец, 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 джулион. То есть, когда он только вышел, это было еще, я помню, месяц назад приезжал, уже появляются машины. Mitsubishi, Mitsubishi, кому как больше нравится. Когда-то эти машины действительно продавались с бешеными скидками. Там была бешеная поддержка по трейдену. Сейчас на некоторые машины посмотришь, цены просто офигеваешь. Розница, во-первых, высокая стала, так еще на ценку делают. Там вообще караул. Иногда вылетают аутлендеры в розницу, либо с небольшим допом. И это сейчас считается как бы круто. Такого, чтобы вам сделали 200 тысяч, как раньше, забудьте. Suzuki даже не трогают, так как на них очень мало прилетает запроса. И факт в том, что там особо ничего выгодного тоже нет. Это будет розница и выше. Volvo. Вот здесь отдельный разговор. Насколько я знаю, машин достаточно. И здесь можно пробовать торговаться. Но нужно сперва найти автомобиль, который вам нравится. И по нему дальше уже работать. Porsche. Ну, не знаю, есть ли смысл трогать. На них запросов мало приходит. Porsche марка не дешевая. И поэтому люди, даже если и скидки нет, она им там особо-то и не нужна. Конечно, все хотят купить повыгоднее. Но Porsche это отдельная история. Mazda. Повышенный спрос. Все ее хотят. Но машин мало. И поэтому сейчас особо... Не то, что скидок. На них сейчас наценка 200-500 тысяч рублей. На все модели. Вот все, что продается. Наценка бешеная. Вы можете заехать к официальному дилеру. У него машина стоит в наличии. ПТС авторизирован. Для того, чтобы можно было вам машину передать здесь и сейчас. Наценка там будет бешеная. А бешеная это 1400. Jeep. Вот недавно вылетали Grand Cherokee в розницу. Опять же, это уже как бы хорошо. Land Rover. Особо у меня лично спросом не пользуются. Но с Land Rover я знаю одно. То, что там все пытаются мутить, вертеть, крутить. Так как цены на автомобили все плавают. Непонятно какая розница. И в общем здесь еще сначала надо понять вообще за сколько реально вам машину продают. Вот расскажу вам историю. Недавно искал человеку BMW X7 Pro версию. В общем она стоит официально 8 миллионов 580 тысяч. Звоню одному менеджеру, которого нашел сам заказчик изначально. Говорит, ну вот я у них нашел машину. Говорит, здрасте, сколько она у вас стоит? 9,260. Я понимаю, что цена не совпадает. Тупо наценка. Говорю, а реальная розница у нее какая? В смысле реальная розница какая? А я не знаю, я не понимаю. Ну у меня вот программа такую цену дает. Ты бишь вот знаешь, что такое делает, как будто он ничего не понимает. Я говорю, слушай, цена машины 8,580. Почему она стоит у тебя 9,260? А я не знаю. Я не знаю. Будете брать? Брать не стали. Нашли машину в розничную цену. И это было хорошо, потому что эти версии, вот такие дорогие машины. X5, X6, X7. Они и без скидок расходятся, как показывает практика. Но, но. Машины типа третья серия, например, если это BMW. Пятерки. Нет, нет, да вылетают по хорошим предложениям. X3, X4 сейчас там продолжают сливать, так как скоро там появится обновление. Их, в принципе, можно найти по привлекательным ценам. То же самое с Audi, с некоторыми моделями. Суть какая? Вот здесь я делаю такую подводку. Из 100% того, что продается сегодня на нашем рынке, 80% продают по розничной цене и выше. 20% это вот в каких-то случаях, в уникальных, можно найти машину с хорошей ценой, с хорошими подарками. Действительно, это будет выгодно. Но это нужно искать. Соответственно, это все нужно высчитывать. Поэтому, друзья, вот кто хочет купить, если вы услышали свой бренд, поверьте на слово, так все и будет. Если вы считаете иначе, пройдитесь, прозвонитесь, лучше вживую посетите, чтобы вам прям на руки дали. И дальше уже смотрите, как понять, точно ли вас не обманывают. Ну, как минимум, зайдите на официальный сайт производителя. Там всегда представлены цены. Нужно посмотреть, сколько машина стоит там по рознице. Хотя, я уже говорил, что многие производители начали хитрить. И на сайте указывают цену специальную. Из серии, что она уже указана с трейдином и с кредитом. То бишь, вы нашли машину, смотрите, она стоит 2 миллиона. Вы думаете, ну, 2 миллиона проходим. Приезжайте в салон, и там вам скажут, что 2 миллиона это при кредит рейдин. А если просто занал, 2 300. Такое тоже может быть. Вот, пожалуйста, я вам это ранее уже рассказывал и даже показывал. Что будет дальше? Вот на момент записи и выхода этого видеоролика, конец июля, впереди будет август. Уже сейчас многие менеджеры отмечают то, что был спад. Но, опять же, этот спад легко объясняется тем, что жара, лето. Многие уезжают в отпуска, отпуска также у многих на август запланировано, у кого-то на сентябрь. Вот эти несколько месяцев будет спад. Возможно, где-то будет выгодное предложение в силу этого в конце месяца. Потому что такое лично я наблюдаю. Ищем машину, но, опять же, в основном это премиалка. По другим моделям, типа корейцев, там, отечественных автомобилей. Или уже вот эти более редкие бренды, которые встречаются даже на дорогах. Там ничего там выгодного нет. Например, Kia K5. В Москве такие машины, там, в популярных комплектациях предлагают плюс 200-300 тысяч рублей. Я их находил, там, с наценкой 65-85, но это живые допы, там, среди них сигнализация с автозапуском. Конечно, когда человек объездил всех дилеров по Москве, он везде получает там 250-300, ну, где-то даже выше. И тут 85, так и еще там плюс-минус допы нормальные. Конечно, он говорит, слушай, это выгодно, я хочу это купить. Тут математика простая, никто никого не заставляет. Что будет дальше? Если будет падать спрос, соответственно, будут появляться скидки. Если спрос падать не будет, соответственно, будут продавать так, как продавали. Здесь все, как говорится, элементарно и просто. Устраивать какие-то общие забастовки, бунты, как это некоторые пишут, смысла нет вообще никакого. Потому что, когда человек, живой человек с реальными деньгами или с кредитом хочет купить машину, ему вот этот бунт не нужен, он хочет ее здесь и сейчас. Кто-то готов подождать ее из поставки, либо под заказ, но он хочет ее купить. И принимать участие в сети, да, давайте, я не буду покупать. Ну, как, это сложно скооперироваться. Дилеры каждый день выдают автомобили, каждый день идут покупки. Соответственно, это не вариант. Хочу пару слов сказать про сторисы, которые я выкладываю. Потому что там иногда вылетают предложения, или даже часто вылетают предложения, что можно, например, купить автомобиль в розничную цену, которую изначально предлагают с допом на 100 тысяч или просто с наценкой на 100 тысяч, в розницу с кредитом ради скидки. Друзья, значит, никакого обмана, никакого подвоха здесь нет. Здесь простая математика. Как это работает, ранее в роликах я это снимал, рассказывал. Когда с человеком реально мы заходим на эту сделку, я им это все детально рассказываю. Простыми словами, никакой переплаты за страховку жизни у вас не будет. То бишь, вот все, как договорились, так оно все и срастается. Никакого подвоха здесь нету, потому что люди иной раз приходят, где-то их там обманули, обсчитали, они думают то, что если кредит ради скидки, то это все потенциальный обман. Нет. Здесь нужно считать. Бывает так, что кредит ради скидки никакой выгоды вообще в себе не несет, потому что какая-то страховка, она это может перекрыть. А бывает так, что взяв кредит ради скидки, люди в среднем получают там примерно 100 тысяч рублей выгоды. Ну могут получить. Если машина там попроще, 50 тысяч рублей. Здесь важно отметить, что покупая автомобиль в кредит, вы в любом случае обязаны взять каско. Ну понятно, что по договору где-то каско может и не требоваться, будет повышенная процентная ставка. В большинстве случаев каско обязаны брать. И есть люди, которые каско брать не хотят вообще, ну принципиально не нужна ему эта каско. Как это работает? Вы покупаете автомобиль в кредит, выехали из салона, поставили машину на учет, закрыли кредит досрочно, пишете заявление в страховую, что хотите отказаться от полиса каско. Вот обошлась на вас каско 70 тысяч рублей. В полном объеме в первые 14 дней вам эти 70 тысяч рублей вернут. Это работает. Никакого геморроя нету, пишете реквизиты, все на рассмотрение в течение там нескольких дней. Ну 3-4 дня реально и деньги возвращаются. Поэтому выгоду здесь свою получить можно. Трейдин та же самая история. Специально все это оставляю на конец, потому что нужно считать, смотреть за сколько в вашей машине идет. Какая поддержка по трейдину. Складываете эти цифры, получается определенная сумма. И вы уже смотрите, выгодно это или не выгодно. Или может быть на вторичке вам проще самому машину продать. Еще интересный момент. Как-то в одном из сюжетов я про это говорил. Люди делают инвестиции в премиальный сегмент. В прямом смысле. Вот смотрите. Когда, например, выходил 223-й Mercedes, некоторые же заказывают квоты. То есть, есть квота, что привезут столько машин. Некоторые умудряются по-быстрому собрать нужную комплектацию, заносят предоплату, например, 500 тысяч рублей. Предоплату всегда можно вернуть. Едут автомобиль. Машина приходит, она на момент перехода стоит 11 миллионов рублей. В определенной комплектации. А ее тут же на досках объявлений размещают за 11 500, например. Звонит человек, а он не может найти нигде машину. Она ни в одном официальном дилере отображаться никак не будет. Потому что она закреплена под тем человеком, который занес 500 тысяч рублей. И, соответственно, спрашивают. А что за машина? От официального дилера, да, будьте первыми. Но в кассу 11 и мне 500 тысяч. И это работает, потому что люди, у кого деньги есть, кто хочет купить машину себе здесь и сейчас, и знает, что вот она стоит, приезжай, покупай. На такие условия соглашаются. Вот вам, пожалуйста, автобизнес. Многие говорят то, что с такими ценами нафиг мне новая машина не нужна, пойду-ка я смотреть на вторичку. Ху-ху-ху, вторичка, ребята. Вы думаете, там проще? Это там далеко не проще. Короче, здесь ухо нужно держать востро. Поэтому будьте на чеку и знайте, какую бы вы машину не захотели покупать, новую или на вторичке, готовьтесь. Будет весело. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше я вас буду продолжать держать в курсе всех событий, что происходит на рынке. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что как только что-то где-то вылетает привлекательно, я туда выкладываю, будете хотя бы просто как минимум понимать, что почем продается. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.